Здравствуйте, друзья! Это Школа Благодати. Мы продолжаем изучение Первого Послания Коринфянам. Сегодня мы уже подошли к 11 главе. В этой главе есть две темы, поэтому я считаю, что нужно разделить на два урока. Мы сегодня рассмотрим с первого по 16 стих. Эта тема когда-то вызывала большой резонанс среди христиан славянского происхождения в основном. Ну и по сегодняшний день она также актуальна, потому что есть две точные противоположности этим взглядом. И мы сегодня с вами точно сможем разобраться в этом вопросе. Перед тем, как мы будем разбирать каждый стих, я хочу дать вам очень ценную информацию. Первое. Вопрос о покрывалах нигде больше не поднимается, кроме в Коринфянской церкви. Также нет ни одного упоминания во всей Библии в целом о том, что женщине нужно покрывать голову во время молитвы или пророчества. И еще более значимо то, что нет ни одной заповеди ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете о том, чтобы женщина покрывала голову во время молитвы. Так как я разбирал эту тему уже не раз, даже в прямых эфирах об этом говорили, то когда я говорю, что нет никакого упоминания о женском покрывале, никакой заповеди нету во всей Библии, то находятся люди, которые говорят, как это нет? Есть. Ну и, как правило, дают ссылочку на книгу Бытие, 20 глава. Давайте посмотрим, о чем там сказано. И вы тоже будете знать, когда люди манипулируют местами Писания, типа доказывая, что это от Господа, это заповедь Божия, то вы будете знать, как отвечать на эти вопросы. Итак, текст, на который обычно ссылаются, это Бытие, 20 глава, 16 стих. Давайте мы зачитаем сначала, а потом мы посмотрим контекст и поймем, о чем идет речь. И Саре сказал, вот я отдал брату твоему тысячи сиклей серебра, вот это тебе покрывало, для чей пред всеми, которая с тобою, и пред всеми ты оправдан. Как обычно манипулируют этим местом Писания. История такая. Авраам переселился в другую местность, он понимал, что Сара красивая, и его могут убить, а ее просто взять себе в жены. Поэтому они договорились, что они будут говорить, что мы брат и сестра. Конечно же, когда он туда перешел, то сразу же этот царь языческий Авемелех, он взял Сару к себе, но ночью Господь дал во сне откровение, что она имеет мужа, и ты не прав, ты должен вернуть эту женщину. Поэтому Авемелех, этот царь, возвращает жену Аврааму, дает деньги. Ну и когда читается вот этот стих, вот тебе покрывало, для чей пред всеми, ты невиновна. Ну, в смысле, как это объясняется? Вот она была без покрывала, а царь не знал, что она замужняя. Если бы она была в покрывале, то, конечно, он бы знал, что она замужняя, он бы ее не взял. Поэтому он дал ей косыночку, покрывало, и сказал, вот носи теперь косыночку, чтобы все знали, что ты замужняя. И это место прилепляется вот уже туда, в Первое Коринфянам, откуда мы разбираем. Только история совсем другая. Вот так люди, манипулируя, придумывая эту идею, они рассказывают басни. Так вот, Авемелех, этот царь, он не давал царе покрывало, то есть косыночку. Он вообще ничего царе не дал. Давайте посмотрим еще раз, и вы поймете, что это просто манипуляция. Читаем, 14 стих. «И взял Авемелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару жену. И сказал Авемелех, вот земля моя при тобой, живи где тебе угодно. И Саре сказал, ничего не дал ей, а просто сказал, вот я отдал брату твоему тысячу сиклей серебра. Вот это тебе покрывало не для твоей головы, а для очей пред всеми, которые с тобой, пред всеми ты оправдан. Он дал тысячу сиклей серебра. Вот эти деньги являются покрывалом. Они покрывают инцидент и доказывают, что ты невиновна пред глазами их, которые видят. Он Саре ничего не давал, никакую косынку. Он дал Аврааму деньги, и эти деньги стали покрывалом для их глаз, а не покрывалом для головы Сары. Понимаете разницу? Поэтому эта точная манипуляция в те времена покрывала на голове не означало, что женщина замужняя. Вот и все. И Авемелех не давал ей косынку. Это просто манипуляция. Итак, вы не найдете ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете постановлений, предписаний, заповедей о том, чтобы женщина покрывала свою голову. Второе. Все доктрины, основанные на одном тексте Писания, являются ложными. Почему? Потому что для утверждения какой-либо истины необходимо иметь два-три свидетеля как минимум, два-три подтверждения из Писания этой мысли, не вырванные из контекста. Не нужно вырывать мысль из контекста. То, что мы видим в первое послание Коринфянам, это вырванные мысли из контекста. Мы пойдем шаг за шагом, стих за стихом, и мы увидим, как вырываются отдельные стихи из контекста. И, конечно, на этом все выстраивается. Также, как и вырванная была мысль из контекста с Авраамом и Сарой, и на этом придумана новая идея, и человек, который не просвещен, он может легко в это поверить. Но это просто сказка. Третье. Не должно быть противоречий. Если высшие стихи говорят об одном, а другие стихи говорят о другом, и в других местах Писания мы находим точное противоречие этой мысли, тогда это не может быть истиной. Истина не противоречива. И в учении апостола Павла не может быть противоречий. Мы уже с многими текстами разбирались и понимаем, как люди манипулируют, вырывая это из контекста. В доктрине о покрывале для женщин, чтобы женщины покрывали голову во время молитвы или пророчеств, или вообще всегда носили покрывало, замужние, или вообще все верующие женщины должны носить покрывало. Много разных идей. В этой доктрине нет подтверждений двух-трех свидетелей. Нет подтверждений из Писания, что это является истиной, подтверждается двумя-тремя свидетелями. В этой доктрине мысль вырвана из контекста. И в этой доктрине полно противоречий. Поэтому она не может являться истиной. И тогда появляется большой вопрос. А что же имел в виду Павел, когда это писал? Как раз мы с вами это сейчас и выясним. Сейчас мы непосредственно начинаем 11 главу с 1 стиха. Я читаю из синодального перевода. «Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Мое личное мнение, что 1 и 2 стих относятся к 10 главе. Когда делили на главы, поделили, на самом деле это целиком одно письмо. Просто мысль заканчивается во 2 стихе и начинается как бы новая мысль. Новая тема начинается в 3 стихе. Поэтому давайте вместе прочитаем 10 главы 31 стих по 33 и 11 главы 1 и 2 стих вместе. Читаем. «Итак, идите или пьете, или что иное делайте, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазн ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но многих, чтобы они спаслись, будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держитесь предание так, как я передал вам». Ну и новая мысль. «Хочу так же, чтобы вы знали». «Хочу так же, чтобы вы знали». О чем-то они должны знать. И он начинает им разъяснять. «Что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог». Если вы проходите каждый урок 1 послания Коринфянам, и вы смотрели предисловие, мы начали с того, что это письмо, во-первых, является ответом на письмо, которое братья Коринфянские написали Павлу. Исходя из этого, в этом письме есть цитаты и мысли, которые Павел цитирует братьев, а потом начинает отвечать или говорить свое мнение или доказывать, что является истиной на самом деле. Поэтому, когда мы понимаем эту мысль, когда мы знаем это, то во всех противоречиях, которые появляются, один стих предыдущий противоречит другому стиху, то мы понимаем, что здесь, скорее всего, есть цитата и есть мысль, которую он цитирует, а потом начинает говорить свое мнение. Поэтому это не может быть всем мнением Павла, который только что перечеркнул вышесказанное. Павел не может так рассуждать. Соответственно, нам надо взять эту мысль во внимание. Поэтому я хочу наперед сказать вам, что 4, 5, 6 стих, это не является мнением Павла. Я вам это докажу. Вы сами это увидите. Просто если вы никогда об этом не думали, вам никто об этом не говорил, вы не могли даже представить, что так может быть. Поэтому всегда было непонятно. Вы читаете первую часть, а потом вторую часть, и не можете понять. Поэтому люди делали выводы. Вот здесь написано. Другие говорили, а вот здесь написано. И это Павел написал, и это Павел написал. Но одно противоречит другому. И каждый выбирает что-то себе, потому что нету ясности. Мы с вами увидим, что Павел отвечает на их письмо. Он в каком-то вопросе цитирует и начинает разъяснять. Если это не так, тогда что-то не в порядке с Павлом. Но это не может быть. Это все исключают. Павел абсолютно здравомыслящий человек, который логично все расписывал. И он призывал к рассудительности. Не мог бы сам не рассуждать, что он написал. Это мы не понимаем, что Павел написал. По одной простой причине. Что Павел не писал это нам, а он писал это им. А почему они могли это понять? Потому что они писали Павлу письмо. Они находят свои мысли, и это же они ему писали. А потом он начинает доказывать другую совершенно сторону. Поэтому 4, 5 и 6 стих – это цитата, которую Павел начнет потихонечку опровергать. А с 7 по 10 стих будет первое опровержение. То, что написано в 4, 5, 6 стихе. И с 11 по 16 будет второе опровержение. Два опровержения будут 4, 5 и 6 стиху. Не мог Павел так сам себе противоречить. Нужно копнуть глубже. И то, что нас может спасти от заблуждения, это понимание того, что Павел ведет диалог с каримскими братьями, которые ему писали до этого. Он отвечает. Мы это видели в 7 главе очень четко. О чем вы писали ко мне? И цитата. Некоторые думают, что Павлу что-то писали, а потом он им пишет. Нет, он цитирует сначала то, что они ему писали. Соответственно, здесь уже нет, о чем вы писали, о чем вы писали. Но видно, что Павел отвечает им и начинает опровергать эту мысль. Давайте смотрим 4, 5, 6 стих. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была бы обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой пусть покрывается. Откуда эта идея? Павел ссылается на Ветхий Завет, ссылается на какое-то откровение, которое он получил от Бога. На чем эта идея построена? Хорошо. Давайте посмотрим в Ветхом Завете. Мужчины покрывали голову, когда молились, постыжали свою голову. Павел подчеркнул, что хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог. Соответственно, если вы говорите, вот как я понимаю, что всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову, то есть он постыжает Христа, если он будет молиться с покрытой головой. А всякая женщина, которая не покрывает свою голову, она постыжает своего мужа. Ну, вот так по контексту мысль идет. Она не постыжает свою личную голову, а всякой жене глава муж. Поэтому постыжает мужа, по сути. Об этом Павел пишет. Так вот, я хочу вас вернуть в Ветхий Завет. Давайте посмотрим книгу Левит, 16 глава, где сказано о служении перед Богом, как молился священник, как он входил во святое святы, и покрывал ли он голову в Ветхом Завете мужчина. Давайте прочитаем. Третий, четвертый стих. Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное, да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священная одежда. Если вы не знаете, то кидар – это головной убор. Сейчас мы увидим эту картинку, что является на самом деле кидар. С чем должен был он являться пред лицом Бога? Откуда эта идея, что муж, который покрывает свою голову, он постыжает голову свою? Откуда эта идея? Чуть ниже мы увидим опровержение, но сейчас я хочу заострить ваше внимание еще на шестой стих, чтобы вы понимали постановку вопроса. Давайте вместе прочитаем этот стих шестой. «Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. И если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Вот постановка вопроса. Вопрос идет о женских волосах. Если женщина не покрывает голову, она не скрывает волос, потому что когда покрывает голову, волосы не видны. Если она не покрывает голову, то пусть стрижется. Или пусть будет обритой. Когда она обритая, волос не видно. Когда она покрытая, волос не видно. Вопрос в женских волосах. Женские волосы являются предметом спора. Могут ли женщины с непокрытой головой быть в собрании и молиться Богу вообще? Вот о чем стоит вопрос. Послушайте. То, что вы знаете всю эту идею, почему женщина должна молиться? Так написал Павел. Она должна иметь знак власти над нею для ангелов. Так нужно Богу. Это важно. Это свято. И все остальное. То, что вы знали до сих пор, положите на полочку. Мы шаг за шагом идем и задаем вопрос. И мы хотим найти ответ. Поэтому я хорошо знаю все эти доктрины. Очень хорошо. Много лет назад я с этим разобрался. Поэтому хочу помочь и вам. Показать, что на самом деле имел в виду Павел. Итак, давайте мы не будем упускать эти моменты. Вы помните, да? Что Павел отвечает на письмо. Что Павел хочет, чтобы они что-то знали. И начинается непонятная мысль. Откуда Павел мог это взять? Пока стоит вопрос. Но мы пытаемся с этим разобраться. Давайте еще раз. О том, что в Ветхом Завете мужчина покрывал голову во время служения, это очевидно. Потому что об этом много раз написано, да? Откуда эта идея, что муж, который покрывает голову, он постыжает. Это как грех. Вот если вы увидите мужчину на служении с головным убором, то это будет выглядеть как беззаконие, как грех. Почему? Потому что Павел написал, что он постыжает голову. Но вообще в служении Ветхого Завета этого не было. И в служении Ветхого Завета никогда не стоял вопрос, что женщина должна покрывать голову. Когда все тут с точностью наоборот? Откуда эта идея? Это первое. Второе. Вы должны увидеть, что вопрос кроется вот в чем. Женщина не должна показывать свои волосы. То, что я читал по истории, что распущенные длинные женские волосы, они показывали ее сексуальность, они вызывали сексуальные чувства у мужчин. Поэтому вопрос вот в чем стоял. Если женщина не хочет покрывать голову, то пусть стрижется. А если ей стыдно быть остриженной или обритой, то тогда пусть покрывается. В любом случае, чтобы не видно было женских волос. Теперь читаем дальше, как Павел начнет опровергать эту идею. Седьмой стих. Делается вывод. Итак, допустим, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. Окей. А жена же есть слава мужа, если муж по той причине, что он является чьей-то славой, славой Божией. Поэтому славу Божию ты не должен покрывать. Почему же женщина должна покрывать славу мужа тогда? Муж не покрывает по одной причине, вы так считаете, что он есть образ и слава Божия, не покрывает голову. Хорошо. Тогда женщина же ведь слава мужа, почему она должна покрывать голову? Вы никогда так не думали? Вы не задумывались, почему так стоит вопрос? Если муж является образ и слава Божия, хотя если вы вернетесь в книгу Бытье, то вы увидите, что муж и жена являются образ и слава Божия. Бог создал мужчину и женщину по своему образу и по своему подобию. Мы можем находить много противоречий из Ветхого Завета этой мысли, но что я вижу здесь? Павел процитировал их мнение. Они так ставят вопрос. Он начинает рассуждать. Если муж является образ и славой Божией, он не должен покрывать голову, то жена является славой мужа. Почему? Отвечает. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена создана для мужа. И следующий стих десятый. Именно поэтому, поэтому жена должна иметь на голове право для ангелов или из-за ангелов, как написано в греческом. Теперь перед вами десятый стих. В этом десятом стихе есть тоже много непониманий. Смотрите на слова, которые взяты курсивом или в скобках. Эти слова вставлены переводчиками для связки слов или какой-то мысли. Но в данном случае эти слова курсивные, которые вставили переводчики, они совершенно изменили мысль. Переводчики, скорее всего, не подозревали, не обратили внимания на то, что в текстах первого послания Коринфяна встречаются цитаты из письма, которые писали ему коринфянские братья. Поэтому они никак не могли связать эту мысль и начали добавлять. Это просто добавленная мысль. В греческом, вот как написано. Смотрим в греческом. Из-за этого имеет долг женщина власть иметь на голове из-за ангелов и больше никаких знаков над нею для ангелов. Что же это может означать на самом деле? Когда мы читаем стих за стихом и когда мы видим, где Павел начинает отвечать, как мы видим, где он процитировал их мысль, а потом начинает опровергать, убираем курсивные слова и читаем стих за стихом, мы вот какую картину видим. Читаем еще раз вместе. Четвертый, пятый, шестой стих это цитата, которая Павел процитировал эту мысль, делает вывод. Итак, вы так считаете, да? Муж не должен покрывать голову. Хорошо, потому что он есть образ и слава Божия. А жена и слава мужа. Почему она тогда должна покрывать голову? Почему она является образ и слава мужа? Потому что не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Поэтому жена должна иметь на голове право, мы это слово читали, власть, которая точно переводится как право. Она имеет право на своей голове для ангелов или из-за ангелов, над ангелами. Можно так переводить. Что это означает? Это означает, что Павел пытается донести до них, что если муж не покрывает голову, потому что образ и слава Божия. Жена и слава мужа. Она из образ мужа, она взята от мужа и для мужа, поэтому она имеет право, власть имеет право, это слово мы тоже рассматривали в греческом, в девятой главе мы это смотрели, это мы имеем право есть и пить, мы имеем власть не работать, мы имеем право не работать, это слово так переводится. Здесь же жена имеет право на своей голове над ангелами, из-за ангелов, то есть, другими словами, она выше ангелов, потому что она является образ и подобие Божьей в соединении с мужем. Теперь, когда мы читаем 10 стих, который вы сейчас видите, как вот мы его рассматриваем, мы переходим в 11, и тогда мы понимаем, что именно это имел в виду Павел, иначе это полное противоречие всему, что он написал одно в 10, а в 11 другое. Читаем 10 стих. Поэтому жена должна иметь на голове право для ангелов или над ангелом. 11 стих. Впрочем, не муж без жены имеет это право, эту власть имеет. Не жена без мужа, а в Господе, потому что в Господе вы посажены выше ангелов. Во Христе Иисусе вы новое творение, во Христе Иисусе вы сыновья Божии, во Христе Иисусе вы сонаследники, ангелы только служат вам, вы выше ангелов. Если вы образ Божий и не должны покрывать голову мужчина, то женщина там же. Вы прочитаете другие послания Павла, и Павел будет писать, что во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола. Все вы одно во Христе. Вы новое творение. Вы выше ангелов. Поэтому какой-то вопрос еще стоял там ради ангелов или для ангелов, то Павел как раз опровергает это. Женщина имеет право, потому что она выше, она имеет право на своей голове. А теперь опровержение тому, что жена может являться вторым сортом, муж главный, он не покрывает голову, а женщина покрывает. Окей, читаем еще раз 11-12 стих. Впрочем, не муж без жены имеет это право, не жена без мужа, а в Господе это право имеет. ибо как жена от мужа, да, окей, но так же и муж через жену. Ну, хорошо, это Ева была от мужа, а все мужчины остальные от женщины. Так, кто больше теперь, кто важнее, кто выше? Вот кто? Все же от Бога. Бог главный. Не муж и не женщина теперь имеют один перед другим важность, приоритет, это в Господе имеет это право одинаково. Не муж без жены и не жена без мужа, а в Господе они это право получили. Вы это видите здесь? Это опровергает предыдущие стихи? Конечно. Читаем дальше. Сами рассудите, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Павел призывает к рассудительности. Мне странно, что так и христиане не поняли, что он призывает Каримфскую церковь. Сами подумайте, он не говорит, так говорит Господь. Он не говорит, это заповеди Господни. Как многие просто трактуют и говорят, Павел написал послание Каримфина, это священное писание, так, постановление, это заповеди Господни. Это не заповеди Господни, это не священное писание, это Павел обращается к их разуму. Сами рассудите. Вот о чем подумайте. Прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не спешите давать ответ. Сами подумайте. Молиться Богу с непокрытой головой? Не молиться перед мужчинами, не молиться мужчинам, не молиться сексуальным извращенцам, если хотите. Вопрос вот в чем. Сами рассудите. Прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Если ваш ответ был всегда неприлично, так почему? Богу? Еще раз, сами подумайте, прилично ли женщине молиться Богу с непокрытой головой? Разве покрытая голова что-то дает для Бога? Бог ее создатель. Он ее видит всю. Перед ним все обнажено. Ничего нельзя скрыть от Бога. Ваши мысли открыты перед Богом, ваше сердце открыто перед Богом. Бог все видит. И нужно покрывать голову, чтобы молиться перед Богом. И он задает вопрос. Сами подумайте, прилично ли молиться Богу с непокрытой головой? Ответ да. Почему? Он отвечает следующим стихом. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала от Бога даны волосы на голове. Если вы вдруг увидели, что здесь не утверждение Павла, а типа Павел задает вопрос, потому что вы увидели этот знак вопроса в конце 15 стиха, так вот правда в том, что Павел не ставил этот знак вопроса. Этот знак вопроса поставили переводчики, которые так сильно запутались и нас с вами запутали. Ставили знаки препинания и добавляли всякие слова, чтобы как-то понять, о чем идет речь. По одной простой причине. Они не поняли, что это цитата из их письма, иначе переводчики бы вставили, взяли бы в скобках, в кавычках бы взяли цитату, поставили бы двоеточие и написали бы вот о чем вы мне писали или так, как вы говорили, цитату, как обычно цитаты берутся в кавычках, то они так бы поставили, но они этого не увидели. И они пытались как-то добавить, какую-то мысль преподнести и поставили в конце знак вопроса. И некоторые читают, так что, волосы даны им место покрывало? Знак вопроса. Нет, ей нужно и волосы растить, ей нужно иметь еще и покрывало на голове. Сами рассудить. Можно ли Богу молиться с непокрытой головой? Прилично ли это? Конечно. Бог создал ее. И она молится Богу, она не вам молится. Может ли женщина молиться Богу? Может. С непокрытой головой? Да. Почему? Потому что волосы у нее уже есть. Они даны им место покрывало. И не сама ли природа? То есть не сама ли культура вас учит? То есть в той культуре было так. Длинные женские волосы это была честь для женщины. Короткие или обритые это были женщины легкого поведения или рабы это было бесчестие в то время. Так же как в дни Давида было бесчестием если подстригали бороды. Слушайте в наши дни это не является бесчестием. Я не ношу бороду. Это не значит что я в бесчестии. А во дни Давида когда поймали солдат его и им отрезали край бороды написано они были очень сильно бесчестены. Это было бесчестие в то время. Поэтому длинные волосы в той культуре для женщины было честь. А для мужчин это было бесчестие. Для некоторых вот это слово не сама ли природа вас учит считает что так природа и все устроено типа женщина с длинными волосами а мужчина короткие волосы. Так вот если говорить о том что природой как создан или богом как создан что и у женщины и у мужчины растут волосы. Если бы здесь был бы как пример что мужчина может отращивать бороду потому что у него это от природы а женщина не может то понятно было бы. Но когда речь идет о том что хоть мужчина и женщина у них от природы растут волосы. Вопрос вот в чем еще раз в том что в их культуре мужчина которая растит волосы это было бесчестие. А женщина когда растит для нее это честь. И поэтому не сама ли природа учит вас что если муж растит волосы для него это бесчестие. Но если женщина растит волосы для нее это честь. Так как у нее есть волосы вместо покрывала уже. Следующий стих который поставит точки над и. А если бы кто захотел спорить то мы не имеем такого обычая ни церкви божией. Внимание! Неправильное толкование этого стиха. Толкование которое вырвано из контекста вырвано из той мысли о чем Павел пишет отдельно просто трактуется. Когда люди начинают спорить в церкви например о каких-то вопросах каких-то доктринах то отдельным стихом просто 16 цитируется и говорится если кто-то захотел спорить мы не имеем такого обычая. Имеется ввиду что Павел написал что мы не имеем обычая спорить и это основная мысль которая распространилась в христианстве что мы не имеем обычая спорить но правда в том что Павел не про это Павел не говорил что он не имеет обычая спорить я вам покажу что Павел как раз спорил везде куда появлялся Павел всегда были споры спорили так что Павла били после этого так сильно спорили если бы Павел не спорил с ними то его бы оставили в покое но так как он спорил и доказывал я вам могу показать десятки мест из Деяния Апостолов и других книг где Павел везде спорил то отдельно эта фраза отдельно от всей мысли то что Павел писал ее берут как цитату чтобы рассказать людям что Павел не спорил и не было такого обычая чтобы спорить но это не так что же Павел имеет ввиду по контексту мы читаем что он начинает опровергать их мысли и он показал с 7 стиха по 10 одно опровержение и с 11 по 15 он дает второе опровержение что вообще не мужчина без женщины и не женщина без мужчины а в Господе они получили это право потому что так как женщина от мужчины так и мужчина через женщину но все же вообще от Бога поэтому сами рассудите прилично ли женщине молиться о Богу с непокрытой головой конечно прилично не сама ли природа не сама ли культура учит вас что если мужчина отращивает волосы это бесчестие для него а если женщина растит волосы для нее это честь потому что вообще волосы даны вместо покрывала а если бы кто захотел с нами спорить по этому вопросу то у нас нет такого обычая у иудеев не было обычая чтобы женщины покрывали голову для молитвы и в церкви божьей нет такого обычая о покрывалах ни в одном месте ни в одном послании другом ни в учении Иисуса Христа ни в деянии апостолов ни в иудейской церкви ни в других церквах из язычников вы не встретите учение или постановка вопрос о том чтобы женщина покрывала голову поэтому если кто-то хочет с нами поспорить бессмысленно у нас нет такого обычая и в церквах божьих нет такого обычая точка надеюсь что было все понятно и верю что это поможет вам разобраться и тем людям которым навязали эту бессмысленную идею о том что женщина должна иметь на своей голове какой-то знак типа это учение апостола Павла вообще такого слова нету в греческом это просто переводчики добавили некоторые слова пытаясь как-то понять эту мысль упустив главный смысл что Павел что-то процитировал и потом опроверг он не постановил это а наоборот все это опроверг и надеюсь что последний 16 стих он выровнял все если кто-то захочет с вами поспорить что-то вам доказать то у иудеев не было этого обычая и в церкви нет этого обычая о том чтобы женщина покрывала голову для молитвы вот и все благословляю вас живите в свободе наслаждайтесь жизнью прославляйте Бога а далее нас ждет вторая часть 11 главы но мы это разберем уже в следующем уроке так же будет интересно стройтесь будет очень познавательно а сегодня я прощаюсь с вами берегите себя ваших близких субтитры